Крепкий Орешкин 2 Да, да. Вот еще одна любопытная статистика от счетной палаты. По другой очень актуальной теме для нашей страны, да и для мира, это по поводу мусора. Скандальная, тяжелая. Значит, счетная палата охарактеризовала ситуацию в обращении с твердыми коммунальными отходами. Такого в России как крайне неблагополучного, а реформу в этой сфере назвала абсолютно безуспешной. Такие выводы следуют из анализа выполнения мероприятий, обеспечивающего экологического безопасности в РФ, в частности ликвидации объектов накопленного в ряда в формировании комплексной системы обращения с ТКО. Ну, понятно. Значит, смотрите, что любопытно, значит, в отличие от мировой практики, приоритетным способом обращения с мусором в России остается захоронение. Более 90% отходов направляется на полигоны и свалки, несмотря на все программы и выделенные колоссальные деньги. Значит, по прогнозу счетной палаты, при текущих темпах образования отходов 1-2% в год, существующие мощности полигонов в 32 субъектов РФ будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них еще до 2022. На 1 января 2019 года, значит, в начале следующего года, точнее, будет правильно так сказать, будут исчерпаны мощности Магаданской области, Бурятии, в середине года, в Забайкальском крае, Еврейской автономной области, через 7 месяцев, в Краснодарском крае. Значит, ну и там плюс колоссальное количество 27 тысяч несанкционированных крупных свалок площадью 13 тысяч гектаров, 17 тысяч свалок площадью 1500 гектаров и так далее, и так далее, и так далее. Значит, ведомство также отмечает, что с 2019 года в РФ начата реформа в сфере обращения с отходами, но пока она безуспешна, прежде всего по вине федеральных и региональных властей. Вот такая оптекаемая формулировка. Ну, а по чьей еще вине-то? Ну, посмотрите, проблема очень, в общем, понятная, она абсолютно глобальная, вовсе не мы тут какие-то лидеры или отстающие. Средний горожанин производит в год около тонны, раньше называлось ТБО, твердые бытовые отходы, теперь это называется ТКО, твердые коммунальные отходы, разницы нет. Это, главное, упаковка, целлофан всякий, там, бумага, ну, естественно, бытовые, там, еда и так далее. Чем люди богаче живут, тем они производят больше отходов, вы уж извините. Вы вкушаете там замечательное блюдо у себя в эфире, да, я вам завидую от души, тоже хочу, но ведь они пакуются в пластиковую отборку. Одноразовую причем, все, под каждую бутербродик свою упаковочку. Это правильно, да, куда денешься. Все, что мы покупаем, тоже в упаковочке. Огромное количество строительных отходов, ну, и так далее. Вот мы с вами, грешные, производим примерно тонну такого добра в год. Куда деть? Значит, сжигать это катастрофа, потому что это значит, что все вот эти геоксины, которые там были в связанной форме, выбрасывают в атмосферу в качестве газов. Оседают на листьях, на земле, на нас с вами, мы этим добром дышим. Перерабатывать не хватает мощностей, не хватает экономического стимула и не хватает культуры населения для того, чтобы заниматься раздельным сбором отходов. Ну, отдельно стекло, отдельно пластик, отдельно бумага, отдельно то, что называется органика. Или даже так, в некоторых продвинутых, не поселениях, а домохозяйствах разделяют этот самый чертов мусор, как в Швеции или там Норвегии. А потом их все равно привозят и сваливают в одну кучу. Соответственно, перерабатывать, ну, получается 7%, а 90% остается закапывать. И ведь проблема не только в том, что земли-то не хватает, земли у нас больше всех. А проблема в том, что люди, которые живут рядом с помойкой, не испытывают от этого удовольствия. Раньше их никто не спрашивал. Здесь у вас будет полигон, колючая проволока, в охра стоит и будете жить как миленький. А сейчас народ-то разболтался у нас, гайки-то развинтились. И они говорят, а мы не хотим жить на помойке. Мы хотим, чтобы там вот у нас поля, чистая река, голубое небо и так далее. Видишь, как разбалованы. Ну, избалованы, избалованы очень люди. Сталина на них нет. Сталина бы не выступали так. Точно, совершенно точно. Да и, кстати говоря, отходов-то не было, кроме картофельных очисток. Тогда особенно разгуляться нечем. Вот как хорошо было. Так вот, ну, это проблема, которую весь белый свет переживал. И Соединенные Штаты те же самые занимались этим еще в 70-е годы. Очень серьезно. И они довольно удачно решили. Они тоже захоранивали это добро. Но это был частный бизнес, бандитский довольно, мафиозный. Там, значит, такие здоровенные небритые итальянцы брали или выкупали, скажем, там, месторождение известняка. Оттуда выгребали щебенку. А освободившиеся емкости заполняли мусором, засыпали их и прятали. Тоже это вызывало протесты. И был такой синдром НИМБИ. Not in my backyard. Значит, где угодно храните, только у меня не на заднем дворе. Ну, примерно мы сейчас через это же переходим. Переживем. На самом деле мы не хуже других. Просто на несколько десятилетий позже мы с этим столкнулись. Ну, нужно действовать. Нужно эти самые деньги не воровать, а тратить на приобретение какой-то более совершенной. Я только об этом, Дмитрий Борисович. Я не о том, что проблема существует. Мы об этом все знаем. Вопрос того, что уже не первый год ее пытаются решить. Вводят программы, пилотные всякие опыты. Выделяются очень серьезные деньги. А проблема как была, так она остается. О чем и говорит, собственно говоря, доклад. Счетный палат. Зато деньги освоены. Это другой вопрос. С этим проблем нет у нас. С этим у нас отладим. Хотя бывает и с этим проблем. С освоением денег. Да, да. Ну, ладно, не будем углубляться. Уж если выделено, как правило, их освоят. Это мне как-то мой опыт говорит об этом. Это примерно то же самое, что приехали на рыбалку, забыли открывашку, и бутылку водки так и не смогли открыть, вернулись с полной водкой. И с полной бутылкой назад. То же самое с освоением средств. Вот они не поверят, что они не найдут открывашки, и не смогут вышибить пробку. Как-нибудь подберутся. Я хотел еще немножко поговорить про инаугурацию господина Лукашенко. Я к нему отношусь с трепетными чувствами. Это действительно замечательный человек. Вот надо же провести секретную инаугурацию. Это как Александр Гольц, военный обозреватель, один из лучших в России, удачно сказал, что секретный военный парад провести. У него срок полномочий истекает 5 ноября. А он уже вот заявил, что он президент. Он еще как бы, вся Европа говорит, что мы перестанем тебя, батюшка, считать президентом с 5 ноября. Потому что ты выборы фальсифицировал. Но до 5 ноября, поскольку как бы мы считаем тебя легитимным, живи и радуйся. Он решил перенести инаугурацию секретным образом вперед на полтора месяца. Никого не позвал. Не-не-не, он должен был по закону до 9 октября ее провести. Там закон был обыграть в течение двух месяцев после окончания выборов. Поэтому там несколько дат называлось, и никто не знал в какую. Он взял вот такой посередине рабочего дня, с утра тайно все сделал. Может быть, но срок полномочий истекает 5-го. Значит, он получается дважды, что ли, президент. Уже инаугурировался на новый срок, а еще не истек предыдущий. Ну, понимаете как, Белоруссия такая страна, где, как говорили раньше про Америку, Нью-Йорк город контрастов. Ну, так вот, значит, на мой взгляд, интересно, что? Почему Владимир Владимирович Путин его не поздравил со столь успешной инаугурацией? Может, потому что его не пригласили, а секретность такая вот, она не предусматривает? Было сказано Кремлем, что мы его поздравили с победой на выборах одними из первых. Ну, не первыми, кстати, вторыми после китайцев, по-моему. Вот, а это достаточно, а инаугурация, это уже юридическая процедура внутренняя белорусская, это их личное дело. Что с ней поздравлять? Ну, в общем, обычно принято поздравлять по дипломатическому протоколу, но, видимо, здесь некоторые люди, близкие к некоторым источникам, говорят, что Лукашенко поспешил, потому что боялся, что старший брат выкинет какую-то штуковину за оставшиеся полтора месяца, может переиграть на кого-то другого, более вменяемого, и который подходит для белорусских избирателей. И Лукашенко решил не рисковать и затвердить свою позицию пораньше. Ну, в общем, это выглядело замечательно и красиво, это новый технологический ход, называется «Я, конечно, всенародный избранный президент, только вы никому не говорите, мы проводим секретную инаугурацию». Кстати, никого же не позвали на нее, ни дипкорпус, никого, не в том числе российского посла. Иначе бы агенты мирового империализма вокруг собрались бы толпой и какие-нибудь обидные стишки декларировали. Что еще любопытно, что не показали ее даже по телевизору, хотя обязаны это делать по закону об инаугурации, показывали балет вместо этого или какие-то оперные пения. Вот, значит, новое такое политтехнологическое явление, которое называется «катакомбный президент». Он вот как бы президент, но под землей, чтобы никто не видел. Это как товарища Сталина сейчас представляют как катакомбного христианина, который в кремлевских скронах глубоко там прятал православные скрепы от антинародного Кагала, который, значит, оккупировал нашу родину и свил гнездо прямиком в Кремле. А товарищ Сталин, который был генеральным секретарем этого Кагала, значит, на самом деле был скрытый христианин. Катакомба – это очень интересное явление, это на самом деле означает быть под землей, лежать внизу. Это древние христиане во времена Римской империи там проводили богослужения, потому что там по римским законам в местах захоронения усопших никаких карательных мер проводить нельзя. А они в катакомбах хоронили своих покойников, катакомбы были некрополями под землями. И, соответственно, там же развивалось вот такое раннее христианство, которое преследовалось в Риме. Ну, а теперь вот у нас эту позицию занял господин Лукашенко. Очень интересно, что вот там огромное, естественно, расследование в этих катакомбах. Живопись настенная, там рисует птица Феникс как символ возрождения. Ну, естественно, там есть изображение Иисуса Христа и очень много изображений павлина, потому что павлин тоже был священной птицей для ранних христиан. Из язычества, кстати, заимствованы. И считалось, что его мясо никогда не портится. Вот это, наверное, так же, как мясо Лукашенко. Значит, вот Блаженный Августин писал в произведении «Ограде Божьем». «Кто, как ни бог, творец всего, сообщил мясу мертвого павлина свойство не портится. Спрятав его, мы снова нашли таким же по истечении 30 дней. С той лишь разницей, что мясо сделалось несколько суше и жестче». Мне кажется, что вот катакомбный Лукашенко понимает, что из-за его мяса охотятся, потому что оно не портится, его можно пустить на производство доширака, и поэтому он себя очень бережет. При этом сохнет, ужесточается, но портится, ни в коей мере не намерен. Остается только пожелать ему долгих лет жизни. Вот таким же образом, на самом деле, достаточно катакомбно у нас выдвинули на соискание Нобелевской премии Владимира Владимировича Путина. Это тоже очень интересная история, потому что не очень было понятно. Все говорят, что выдвинули, все слышали, что выдвинули. При этом одновременно выдвинули Трампа и чуть позже, на неделю, выдвинули Навального. Путина выдвинули на Нобеля вовсе не за химические достижения, как пишут многие злопыхатели в сетях, а в качестве того, кто внес глобальный вклад в укрепление мира. И внес понятие Бога в Конституцию. Там еще несколько оснований. Да, да, да. В этом главное. Господина Комкова, известного представителя. Да, и вот этот замечательный выдвиженец, выдвигатель, точнее говоря, он уже четвертый раз выдвигает своих кандидатов на Нобелевскую премию. И он два резона привел. Во-первых, потому что Путин, мировой лидер, который в период крупнейшей пандемии оказал реальную помощь 27 странам, направив туда гуманитарную помощь. Кстати говоря, с этим трудно спорить. А во-вторых, внес в Конституцию России понятие Бог. И вот здесь господин Комков, про которого мало кто знает, но вот он именно этим и прославился, что он совершил поворот к нашим традиционным нравственным ценностям. Это было воспринято очень благоприятно со стороны религиозных организаций, всех конфессий и так далее. И не только это важно. Потому что важно, говорит выдвигающий Путина Сергей Комков, глава государства клянется на Конституции. А теперь в Конституции есть слово Бог, и поэтому он фактически дает присягу не только светской власти, но и клянется перед Всевышним, что он будет выполнять законы и действовать по совести. Я думаю, что это очень убедительный ход для Нобелевского комитета. Вряд ли он сможет устоять перед давлением господина Комкова. Я думаю, и, пожалуй, его можно было бы сделать еще сильнее, если бы господин Комков предложил президенту приносить присягу на долларе. Во-первых, потому что это соответствует духовным ценностям реальным в нашей стране. А во-вторых, потому что на долларе написано «In God with Trust». Так, в Господа мы веруем. Так что теперь все, кто держит накопление в долларах, были бы просто вынуждены поддерживать. А я предлагаю, знаете, я предлагаю «In God with Trust» на долларе, а на рубле «Блажен, кто верует». Например, это неплохо и соответствует курсовым динамикам. Напишите это в Госдуму, конечно. «Блажен, кто верует». Это очень сильная формуляция. Хорошо, да? Хорошо. Коллеги, давайте так, мы продолжим этот разговор буквально через несколько минут. Дмитрий Борисович Орешкин в эфире «Серебряного дождя» до конца часа. Оставайтесь с нами, мы скоро продолжим. Крепкий Орешкин 2 Ну что ж, еще 4 минуты Дмитрия Борисовича, но перед этим короткая новость для всех наших, так сказать, радостных родителей. А, да, ребят. На две недели московских школьников отправляют по домам. Это сообщение Сергея Собянина. С 5 по 18 октября все московские школы, без исключения, в этот период уходят на двухнедельные каникулы. Наслаждайтесь, товарищи родители. Детские сады, правда, при этом пока работают, про них сказано отдельно. Наслаждайтесь выполнением домашних заданий в удаленной форме. Или это будут чистые каникулы? Ну посмотрим, ладно, в выпусках новостей все подробности. Сергей Семенович сказал так. Так, большая просьба к родителям донести до своих детей, что это время, две недели, лучше проводить либо дома, либо на даче. В смысле, не гулять, вот это вот не всего. Что разумно. Да-да, дети поедут на дачу, а родители будут работать. Да, все нормально. Отлично, да. Ну пусть мужают и взрослеют. Хорошо, я хочу немножко еще откатиться назад к Нобелевской теме, потому что господин Комков, он очень умный человек, он член Российской Академии Естественных Наук, поскольку у нас нет Академии Естественных Наук, так же как и Гробовой, там если такого помните, или господин Кадыров. Ну вот, он объяснил, что как только он выдвинул Путина на Нобелевскую премию, я процитирую, так вся американская страна начала буквально беситься. В тот же день подбежали сотрудники администрации Дональда Трампа, начали искать вариант, чтобы зарегистрировать его в качестве будущего Нобелевского номинанта. Была подана заявка от депутата норвежского парламента. Тот фишка в том, что господин Комков выдвинул кандидатуру Владимира Владимировича Путина 10 сентября, а парламентарий из Норвегии Кристиан Тибринджиджи, какая-то у него очень интересная фамилия, выдвинул президента Трампа 9 сентября. То есть они начали суетиться до господина Ибисица, до господина Комкова, а он подключился к этому процессу позже. Там же есть еще два момента, Дмитрий Борисович, насколько я понимаю, следующий. Во-первых, у Трампа есть реальные достижения в виде договоренности между Израилем и Арабским миром, что является прорывом своеобразным. А во-вторых, заключается в том, что господин Комков не имеет права никуда выдвигать, потому что он вице-президент и член КОР несуществующих академий. Нет, тут все отработано. Он имеет право выдвигать, потому что он член, прости господи, какой-то Сан-Маринской... А, вот это я не знал, да. ...и еще что-то. Он же выдвигал три раза. Один раз Путина в 2014 году, кажется. Один раз кого-то из восточноевропейских политиков и еще двух генералов. И их принимали. Так что это... Да? Ну, значит, я ошибаюсь, да. Спасибо за это. Хорошо. Ну, дело даже... Вот, он член Международной академии Сан-Марина, которую, правда, в 2015 году распустили, но, тем не менее, его примут, потому что принято в Нобелевском комитете практически всех номинантов принимать. Например, по 2020 году на Нобелевскую премию было принято 318 номинантов. До сих пор мы еще не знаем, кто будет в 2020 году назван, а речь идет сейчас, в 2021. Ну, вы знаете, что выдвинули, помимо, значит, Трампа и Путина еще и Навального. Не очень понимаю, за что. Наверное, за то, что выжил, но это молодец. А как вам визит, кстати говоря, Меркель к Навальному? Вот минутка, последняя тема такая короткая. Правильно, она просто по-женски продемонстрировала поддержку. Это не секретный визит, это частный визит. Она как мать и как женщина пришла проведать страдальца, поговорила с его семьей. Это, конечно, политический жест, но такой он вполне гуманный и человеческий. Я думаю, что любой начальник страны, где лежит человек, отравленный сомнительным веществом, вполне должен был бы так поступить. Но это как-то повышает политический вес самого Навального? Не думаю, это не повышает и не должно повышать. И не было целью повысить политический вес Навального. Это было целью, если уж говорить про политические ассоциации, послать сигнал России о том, что Германия очень серьезно относится к проблеме отравления Навального. Но я бы еще, если позволите, минуты есть у нас? У нас есть 40 секунд. Хорошо. Значит, ну, меня потрясает уровень образования наших политических начальников. Вот видно сразу, что они учились в советскую эпоху, изучали основоположников немецкой классической философии. Потому что у Гегеля есть замечательный пример, как одна женщина зовет к суду другую женщину, обвиняя их в том, что та у нее взяла в долг кувшин и не вернула. А та женщина ей возражает тремя пунктами. Во-первых, она кувшина не брала. Во-вторых, кувшин с самого начала был трещиной, и поэтому раскололся. А в-третьих, она его вернула ей в целости и сохранности. Самый у нас сейчас с Навального. Во-первых, мы его не травили новичком, потому что если бы травили, то он был давно покойником. Во-вторых, новичка у нас нет. А в-третьих, он его сам где-то нашел. Вот на этом мы заканчиваем. Сегодня Дмитрий Борисович Орешкин был в эфире «Серебряного дождя». Друзья, впереди мужские игры.